Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно пройти обучение для повышения квалификации в Приморье. На эти цели в следующем году в краевом бюджете предусмотрено 1,8 миллиона рублей. Подробности в следующем материале. Как рассказали в региональном министерстве профобразования и занятости населения, дополнительная мера поддержки подразумевает полную оплату профессионального обучения военнослужащих и их родных. Так, на сегодняшний день к учебе приступили 13 человек, 2 участника СВО и 11 членов их семей. Глава ведомства Сергей Дубовицкий пояснил, что в текущем году на эти цели заложено 565 тысяч рублей, а в следующем – 1 миллион 800 тысяч рублей. Финансирование образования в 2024 году предусмотрено на 60 человек при средней стоимости обучения 30 тысяч рублей. Образовательную организацию, на базе которой будет проводиться обучение, граждане могут выбрать самостоятельно. Повышение квалификации проходит по таким программам, как системный администратор, делопроизводитель, оператор ЭВМ, специалист по таможенным операциям, косметик-эстетист, специалист кадровой службы, парикмахер и другим. Для прохождения профессионального обучения участникам СВО и членам их семей необходимо обратиться в Приморский центр занятости населения или его отделение в муниципалитетах. Задать интересующие вопросы приморцы могут в Министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края по телефону 8 423 226 96 32, а также в Приморском центре занятости населения 8 423 222 72 15. Напомним, 30 мая в Приморье по поручению президента России Владимира Путина открылся филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Теперь участники и ветераны СВО, а также члены их семей могут получать в одном месте всестороннюю помощь – медицинскую, социальную и психологическую. Губернатор Приморья Олег Кожемяка заявил, что необходимо сделать все, чтобы люди, приходя в центры, чувствовали себя окруженными заботой, получали все те льготы и блага, которые государство может предоставить участникам специальной военной операции, которые борются сейчас с нацизмом, а также их близких. В Приморском крае филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» расположен по адресу город Владивосток, улица Давыдова, 9. В этом году отделение Социального фонда России по Приморскому краю назначило единое пособие родителям более 100 тысяч детей и 3259 беременным женщинам. На обеспечение этих целей было направлено свыше 10 миллиардов рублей. Как рассказали в региональном отделении Социального фонда России, единое пособие появилось в январе 2023 года. Оно объединило и заменило действовавшие ранее ежемесячные пособия и выплаты на 1 и 3 ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности до 12 недель. Единое пособие выплачивается семьям с детьми со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В Приморском крае это 17 106 рублей. В зависимости от доходов семьи размер единого пособия может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Приморье это 9 105 рублей, 13 657 рублей и 18 210 рублей. Пособие беременным женщинам устанавливается в размере 18 646 рублей – 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Или 13 984 рубля – это 75% и 9 323 рубля – это 50%. Если при назначении пособия в размере 50% доход на одного человека в семье оказывается меньше величины прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если после этого средний доход семьи по-прежнему не достигает прожиточного минимума, ОСФР устанавливает пособие в максимальном размере – 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении пособия учитывается доход и имущество всех членов семьи, заявителя, законного супруга или супруги, несовершеннолетних детей и детей, находящихся под опекой, а также детей до 23 лет, если они учатся на очном отделении. Обратиться с заявлением на единое пособие можно через портал госуслуг, МФЦ или любую клиентскую службу отделения СФР по Приморскому краю. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Срок принятия решения по заявлению может продлиться на 20 рабочих дней, если в отделении не поступили сведения из организации или документы, подтверждающие право на выплату. Первые выплаты пособия отделения фонда перечисляет в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения. В дальнейшем деньги поступают получателям на банковскую карту 3-го числа каждого месяца за предыдущий. В дальнейшем деньги поступают получателям на банковскую карту 3-го числа каждого месяца за предыдущий. Если выплаты приходят по почте, пособия доставляются с 1 по 25 число, в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Напомним, информацию по всем вопросам, касающимся федеральных мер социальной поддержки, можно получить по телефону Единого контакт-центра. Новую точку роста открыли в школе номер 25 по нацпроекту. Теперь ученики смогут получать дополнительное образование, используя новейшие технологии. Подробности в следующем сюжете. Все науки познать очень сложно, а в 21-й наш атомный век без наук нам прожить невозможно, ведь без них как без рук человек. Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя и ребята. Мы рады видеть вас на торжественной церемонии открытия Центра образования естественной научной и технологической направленности, созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования и являющегося одним из Центров федеральной сети образования «Точка роста». Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего города, региона и страны в целом. И поэтому сегодня особенно радостно, что в стенах нашей школы открывается один из современных Центров – «Точка роста». Вместе с ним открываются новые возможности для учеников и педагогов. Торжественная церемония открытия на базе школ Центра образования «Точка роста» объявляется открытой. «Точка роста» – это уникальный проект, созданный Министерством просвещения в 2019 году в рамках нацпроекта образования. На базе учебных заведений в сельской местности и небольших городах численностью до 60 тысяч человек создаются образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля. В школе номер 25 к такому важному событию, как открытие «Точки роста», готовились долго. Собирали необходимую документацию, планировали направление работы в рамках проекта. Учеников и педагогов поздравила директор школы Светлана Чудинова. Уважаемые ребята, гости нашего праздника, коллеги, действительно, какое знаменательное событие, открытие кабинетов «Точка роста», получено новое оборудование, которое позволит вам улучшить образовательный процесс, подмогу исполнительной технологии, я хочу выразить благодарность управлению образования администрации Светлана Чудинова, которые включили нашу школу в этот образовательный проект. И, пользуясь случаем, хочу доставить руководителя этого проекта, который будет курировать «Точки роста» в нашей школе, такую более оборудованную. Прошу любить в даму. Наша система образования выдвигает и реализовывает все новые требования к качеству образования. Именно этому будет способствовать Центр образования «Точки роста» на базе нашей школы. Всех ждем, да, можно записаться будет на дополнительные занятия в наш Центр, всех будем ждать. На церемонии открытия присутствовала исполняющая обязанности начальника управления образования администрации Дальнегорского городского округа Татьяна Кривобокова. Она отметила, что открытие Центра существенно повысит качество образования в школе. Дорогие ребята, я поздравляю вас с открытием кабинета в детстве на научной направлении, да, обновленные кабинеты. Думаю, что вы с радостью будете проводить у них не только учебное, но и в урочное время. И надеюсь, что в ближайшем, в самом ближайшем будущем, и у нас в городе Дальнегорске, будут появляться 100-балльные демократы ЕГЭ по физике, по химии, биологии и физике, да, правильно, как физике. Поэтому всего этого вам, конечно, желаю. Надеюсь, что ваши уроки и дополнительное образование получат новый импульс развития. Для точки роста в школе оборудовали два кабинета. В них провели ремонт, после чего помещение оснастили техникой. В комплектах, переданных Министерством образования Приморья, учебные микроскопы, четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками, а также цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, физиологии и нейротехнологии. Помимо этого, было передано МФУ, набор инструментов для конструирования роботов и мобильная рабочая станция. Хочу вам представить, вы уже все знаете, Галину Лукиничну, учителя физики, учителя с высшим образованием, которая будет реализовывать неурочную деятельность по этому предмету. Слово Галине Лукиничну. Здравствуйте. Мы получили цифровое оборудование. Вот здесь вот основное, это вот четыре вот эти вот коробки. Это лаборатория, цифровая лаборатория физики. Значит, чем она отличается? Ну, вы знаете, что физика – это наука экспериментальная, да, и все проверяется с помощью эксперимента, и он или подтверждает теорию, или наоборот опровергает. Поэтому, естественно, физике уделяется очень много внимания и демонстрационным экспериментам, и лабораторным работам. Чем вот эта вот лаборатория отличается от тех, что у нас было раньше? У нас тоже было оборудование. Ну, здесь вот самое основное – это мультидатчик. В мультидатчике здесь установлено буквально все, и вот с помощью этого оборудования мы можем измерять и давление жидкости. Значит, раньше мы измеряли давление, то есть вот только качественно могли показать на уроке, что вот, допустим, мы подключали вот у нас вот этот вот прибор, жидкостный манометр, вот с такой вот коробочкой. Здесь вот постоянно эта пленка у нас портилась, мы ее меняли. И вот опуская, значит, эту коробочку сосуд с жидкостью, мы видели только по показаниям, что давление изменяется, что оно увеличивается. Вот с помощью этого прибора, значит, как будет здесь работается. То есть включается, вот подключается вот эта вот трубочка, опускается в жидкость, сосуд с жидкостью, и уже на приборе сразу показывается давление. То есть уже не просто качественно, а здесь уже количественно можно определить. Вот в этом разница. Ну, видите, здесь вот панель, здесь, если мы работали только с резисторами, с лампочками, то здесь есть и диоды, и конденсаторы, и катушка индуктивности. Вот таким образом, то есть более усовершенствованное все. Дальше вот этот вот датчик, с помощью этого датчика можно измерить магнитное поле. То есть вот такой небольшой, а до этого мы измерить это не могли. То есть измерить магнитное поле, индуктивность магнитного поля, нету такого прибора. Значит, это датчик температуры, тоже он опускается, подключается к мультипроектору вот этому, и к мультидатчику. И можно уже определить температуру. Здесь более качественно, вот я смотрела показания, значит, погрешность измерения где-то тысячные доли. Если на приборах, у нас буквально там десятые доли. То есть более точные приборы. Значит, сопровождается эта лаборатория методическими рекомендациями. Здесь указывается, какие работы можно выполнить. И сопровождается, ну, описанием. Здесь паспорт и описание. То есть вот по этим методическим рекомендациям уже можно сказать, какие работы можно было. Применение современной техники поможет ученикам повысить интерес и качество знаний для практики при изучении физики, химии, биологии и технологии. В «Точке роста» будут проходить занятия по дополнительным образовательным программам, внеурочной деятельности, а также вне классные мероприятия. Центр «Точка роста» – это место, где будут рождаться будущие ученые и исследователи, найдут новые источники энергии, продолжат новые пути в интернете и помогут сохранить уникальную природу нашего края. Напомним, открытие центров стало возможным благодаря реализации национального проекта «Образование». Более полутора тысяч приморцев получили путевки на санаторно-курортное лечение в 2023 году. Об этом информирует пресс-служба отделения Социального фонда России по Приморскому краю. Подробности в следующем материале. В этом году отделение Социального фонда России по Приморскому краю выдало 1553 бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Всего до конца года региональная ОСФР планирует выдать 1602 путевки на общую сумму 52,74 миллиона рублей. Жители Приморского края, имеющие льготу на санитарно-курортное лечение, могут получить бесплатную путевку, обратившись в региональное отделение Социального фонда России. Социальный фонд также предоставляет путевки и оплачивает проезд до места лечения и обратно лицу, сопровождающему человека с первой группой инвалидности или ребенка-инвалида. Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Путевка предоставляется на 18 дней для взрослых, 21 день для детей-инвалидов, а в случае, когда инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга, на срок от 24 до 42 дней. Для получения путевки необходимо в поликлинике у лечащего врача получить справку формата 070У о медицинских показаниях на санитарно-курортное лечение, затем обратиться с заявлением в отделение СФР по Приморскому краю. Напомним, федеральные льготники имеют право выбрать способ получения набора социальных услуг в натуральном виде, либо в виде денежной выплаты. Заявление о выборе формы получения набора социальных услуг необходимо подать в отделение социального фонда до 1 октября текущего года на портале госуслуг в МФЦ или клиентской службе регионального отделения СФР. Заявление начинает действовать с 1 января 2024 года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Единый контакт-центр – 8 800 10 00 01. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова